вход в гробницу фараона охраняет сфинктер это древнейшее древнейшее вещество спасибо нашим подписчикам на бусте если вы хотите увидеть свое имя в этом списке подписывайтесь на бусте ссылка в описании этого и любого другого ролика поехали не зачем ко мне ехать поспать у меня прям спать 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 и вот закрыть глаза и спать или ты просто переспать хочешь переспать все есть переспел может быть все здорово я ваш новый секс инструктор василий елда переспим олег хочет чебурек еще рэпером стал ладно ехай сюда чебурек купи и ехай сюда чебурек хочет олег олег хочет чебурек хороший большой да и чебурек пускай таксист пускай зайдет чебурек возьмет чебурек олег ведь хочет чебурек хорошо олег у меня второе имя олег хочет чебурек без чебурек они не все стилю постельку стилю постельку чем раньше тем лучше умираю с голоду здрасте друзья такое вот начало ну кто-то у нас там наш клиент по имени олег а может быть человек который рандомно воспользовался переадресация такое возможно тоже с недавнего времени мы предлагаем телефон для свободной переадресации для людей которые не являются нашими клиентами хотя большинство звонков это как раз таки сброс от людей которые являются нашими клиентами клиентами компания лям и наши специалисты работают вот в направлении обеспечения спокойного будущего этих людей если вам тоже надоело терпеть все что связано с долговыми нагрузками и вы хотите наконец-то освободиться от этого времени оставляйте заявочку в описании ролика и ссылочка на форму для оставления заявки с вами созвонятся бесплатная консультация в вашем распоряжении добрый день звонок рисов комбанка все разговоры записываются это вы меня зовут максим я виртуальный специалист идентификационный номер 1-20-23 отдел взыскания вы хочу поговорить с операцией просроченную задолженность по карте рассрочки колва совесть сумма к оплате на сегодня составляет 2865 рублей с учетом текущего платежа когда планируете свои обязательства хочу поговорить с оператором возможно ваш вопрос связан с суммой платежа поясню что платеж на сегодняшний день составляет 2865 рублей так как в него входит просроченная задолженность в размере 1602 рубля а также текущий платеж 1263 рубля во избежание недоплат рекомендуем оплатить всю сумму до 21 сентября хочу поговорить с оператором пожалуйста подождите переведу звонок на специалиста дизайн 107 меня зовут Павел Владимировна столица в комбанках хозяев за Вера Станович ну что там этот ваш информатор тупит я не пойму как можно вообще кто реагирует на это а? а? так он пытается со мной разговаривать что за идиотизм блять какие-то вопросы мне задают можно подумать какие-то идиоты есть на белом сете которые будут отвечать роботу идиоты есть на белом сете которые в вашем течении роботу что есть идиоты? по себе не надо судить людей что есть идиоты? по себе какой там блять интеллект он по сравнению с вами интеллект вот этими звонарями естественно ваше руководство на вас ориентируется вот давай посадим блять посадим робота блять по сравнению со звонилками живыми это блять интеллект будет в аторе интеллект что вы позоритесь там блять еще такое заявляя выключилась бы да и все интеллект она говорит у вас 56 дней задолженно она вообще не понимает что ей говорят до 20 сентября а выводы слабо сделать обычные человеческие ну ты же не всегда блять была такая высокоинтеллектуальная особая корректно пожалуйста введите диалог вывод сейчас показывается что интеллектуальный конечно а что мне еще остается тем более спорить спорить с роботом ну ты ж не робот ну ты ж не робот или ты тоже робот в смысле с кем я спорю ты говоришь я с роботом спорю ты кто? ты робот что ли блять? музыкальный еще ко всему робот блять безмотовая музыка на самом деле очень плохая музыка Павел Показеймер судебный отдел меня зовут Руслана Виссарионовна индивидуальным под 109 разговоры записывалась Данила Андреевич слышите меня? Руслана Виссарионовна? Папев Иосиф Исарионовна Иосиф Исарионовна еще ваш этот самый какой-то Руслана что? Тело дрянь не углубляйте зима это Данил Андреевич а заботитесь лучше своим долгом поняли откуда звонок? А из компании где вы везжали деньги я вернулся а я вернусь того света ну так и допустил вступил ваш заговор от 6 дней просроченной задолженности которая состоит из суммы основного долга на университет на бюджетное место на общую сумму 26 тысяч 383 рубля в работе в досудебный отдел в ситуацию с долгом как намеренно разрешить перед кадетом кто-то не знает как этот ваш тип досудебный отдел работает сидишь целый день тебе блять просто система вы можете думать можете не думать рассуждать на эту тему не вашей компетенции в вашей компетенции вернуть долг в компанию в которую вы должны и не надо вот этот поролон тут закидывать в виде приманки типа поступил что тебе может поступить ты сидишь в гарнитуре с утра до вечера тебя система соединяет с каждым следующим что там тебе поступило в вашем заключении по данному вопросу абсолютно неинтересно и нецелесообразно в данном диалоге вы рассуждать на данную тему можете после диалога как ставим вашего долга а сейчас отвечайте на вопросы поставленные вам в компании на каких законных основаниях шестьдесят шесть дней суши я тебе начну говорить про законные основания ты начнешь орать что это неконструктивный диалог всем же известно да есть ты готова ты готова выслушать у меня есть аргументы у меня есть аргументы у меня статья первый самый слабый право воздержаться от оплаты озвучьте да у вас нет этого права исходящее из договора займа потребительского который вы оформили с компанией займ данных не предусмотрен ты чувствуешь разницу закон и договор что выше стоит что выше стоит вы действительно недопонимаете договор основан на законодательстве российской федерации так мы сейчас легко сейчас легко можем найти соответствие несоответствие вашему договору условиям а что ты тогда отразиваешь в эту сторону если у тебя нет аргументов как выражать своими формулировками нет аргументов что ты блять уже первый не вывезла гражданский кодекс право стороны воздержаться вы не сильны в этом а еще три но если ты готова к диалогу перезвонить не так им надо говорить вот когда вы будете не готовы перезвонить а вот когда вы готовы блять тут мы получается не готовы и это самый слабый он такой легко закрываемый этот аргумент вот просто легко и просто действительно его невозможно не надо кто-то может ошибочно думать что его можно применять где-то в реальных спорах нет не пройдет я просто поясню в режиме этого шоу мы сейчас не выдаем инструкции как себя вести и что применять с точки зрения реальных ну извините за сленг разборок в судах нет таким образом вы можете просто звонилкам давать понять что они во всяком случае ну мягко скажем несостоятельны но 307 статья гражданского кодекса понятия обязательства как раз таки да в своем наполнении содержит фразу что должник вправе воздержаться а кредитор вправе требовать но эта статья декларативна она просто объясняет понятие обязательства и воздержаться он может в том числе и не только от оплаты а вообще от многих других каких-то действий действие или бездействие одной из сторон спора это некое юридическое событие которое как мы с вами понимаем доступно это и ответчику и истцу ну или в нашем с вами случае если суд еще не состоялся и нет не присвоен никому такой статус должнику и кредитору особенное действие да вот в юридическом формате воздержаться либо оплатить требовать либо не требовать алло андрей сергеевич я слушаю кто это профессиональная коллектор с организацией Верес меня зовут Ковалева Виолетта Романовна ведет свою запись разговоров отдел работы с просроченной задолженностью город Москва отдел Москва настроена на диалог Андрей Сергеевич что как всегда я всегда настроен на диалог а вы опять будете трубку кидать и убегать вы можете в том вам мы позвоним с вами пообщаться ну давай пообщаемся ты ввести задолженность по займу а деньгам что у вас с оплатой все по прежнему по какой причине не работаете а что ты по твоему что вот я когда сказал что все по прежнему что ты услышала что ты поняла ну не работа мы мы на ты не переходили это раз естественно я с тобой на вы не переходил ты со мной на ты не переходил ты не в состоянии даже три тысячи отдать заработать две тысячи которые вам пришлось соответственно занять тут труба вам не помогает да чувствую ты не вывозишь готовишь базу для слива да очередную а ну вот это все повторюсь на что вы способны ну да для вас много не надо этого хватает Андрей Сергеевич я вам рекомендую я вам рекомендую пойти попробовать подзаработать себе на жизнь и отдать я вам рекомендую рекомендовать будешь своим детям когда они у тебя не дай бог родятся да похуй вообще которые приходится жить без денег до свидания иди нахер отсюда дура блять ненормальная рекомендую вот на рекомендуешь блять знаешь сколько раз ты кому что рекомендуешь столько раз тебе нахуй будут посылать в очередной раз отправляйся блять жалко ей кого-то блять себя пожалей идиотка блять и банько твоя фамилия блять и девичья и настоящая блять так как ты никогда замужем не была и не будешь блять за ты завидуешь блять людям у кого есть супруг или супруга чете висишь там блять вымораживают блять ты вот таким образом не сливаешься типа я не слилось да он сам трубку положил хуй тебе блять по губам блять твоим вот положило блять алло алло здравствуй алло здравствуй здравствуй Компания Money Money, я зовут Насырова Ирина Хатанова, слышите меня? Слышу, да. Кирилл Александрович, это вы? Слушаю, говорю, да, что случилось? Вы Кирилл Александрович? Момент есть. Кирилл Александрович, компания зарегистрирована нарушение условий договора займа, сегодня 16 день просроченной задолженностью. Так. Сумма пропущенного платежа 1520 рублей 17 копеек. Ты в курсе, мне звонили уже. Сумму просроченной задолженности процента начисленной бед, сумма штрафа, также штрафа в размере 6 рублей 45 копеек. Слышишь, это вы мне звонили, уже рассказывали. Уже звонили, рассказывали. Мне не интересно, мне не надо. Мне не надо это. Что вам не надо? Информация. Если вам не надо, вы насидите, ладно, хорошо? В смысле, а что если вдруг не надо или ничего, и все, без каких-либо условий? Просто мне не надо слушать тебя. Я могу продолжить? Нет. Если ты будешь опять, блядь, зачем платить эти цифры, блядь, то нет, не можешь. Мне не интересно их слушать. Правильно делай, блядь. В отличие от тебя компания соображает, блядь. В связи с этим требование кредитора оплату произвести сегодня. Вам нужно погасить заем в полном объеме. Если определяют, как нарушение гражданского кодекса, так надо шагом марш в суд, что называется. В суде же разногласия. Гражданский кодекс, это как раз инструкция для эксплуатации в судебном формате. Раз определили, еще остается. Все, нарушает человек гражданский кодекс. В суд надо идти. Какое остраумие? Я тебе что, блядь, стихи рассказываю, блядь, или что, блядь? В полном объеме требования кредитора вы обязаны выполнять. У вас сейчас так? Ну, обязаны, но вот видишь, не делай. Что в договоре написано? В договоре что написано, спрашиваю тебя? Если не выполняется одна из сторон условия, где разрешаются споры? Где? Оно? Что оно? Что, говорю, если в договоре что написано? В случае, разногласия, я у тебя спрашиваю, ну, говорю. Мы сами решим, как с вами разногласия решать. Сейчас компания акцию предлагает. Вот это, видишь, не получается. Если с помощью звонков, то не получается. Ха, блядь. В смысле 15% я могу сэкономить? От чего? А если я вдруг этого не сделаю, как я заплачу эти 15%? В честь чего и от какой суммы исходя 15%? Что за глупость? Вы всегда вопросами разговариваете. Вы сами с тобой делали? Я не разговариваю с тобой, тебе четко и конкретно эти вопросы задают. Ты что, блядь, такая тупая, блядь, растешь? Какие вопросы? Я вам вопросы задаю. Она не сотрещает. Нарисовали, тут не сотрешь ее, блядь. В какое время сегодня оплата поступит? Не поступит никакая оплата ни сегодня, ни завтра. Я тебе объясняю. По какой причине? Не хочу ничего вам положить. Башлячу, блядь. Хуя себе, блядь. Великая наука, блядь. Вы про ваше желание не спрашивали. Вы не спрашивали. В смысле, блядь, ты не спрашиваешь? Ты только что спросила, блядь. Я вам требование выставила. Да ладно тебе. Номер исходящий этого документа. Сообщи мне требование. Законное основание есть у вас не оплачивается? Какая-то, блядь, говорилка что-то. Какая причина? Да ты сейчас, я тебе начну законное основание рассказывать, ты начнешь орать неконструктивный диалог, потому что не сможешь закрыть это возражение. А я сошлюсь на нормы закона, сошлюсь. А ты, блядь, охуеешь, что куча у любого человека есть. Что нам делать, что компании делать. Что ты тогда у меня спрашиваешь? Делайте, блядь. Делайте, раз вы знаете. Чего ты сюда звонишь и, блядь, не отчитываешься. Мы решаем сами. Ну и решайте, блядь. Когда будет, мы вашего совета... Нахуя ты сюда позвонила тогда? Вашего совета нам не требуется. Чего ты сюда позвонила? Сама себе ответь. Чего ты сюда позвонила тогда? А вот всегда так разговариваете, я смотрю, да? С такими как-то, как еще, блядь, с тобой разговаривать-то тупая, блядь. Вы будете таким образом разговаривать, и у вас вопрос о плате, что ли, решить? Ну, а мне нахуй ничего не надо решать. Я знаю, что если я так буду разговаривать, в очередной раз ты сольешься и все. Вам можно решать, в ваших интересах? Что ты выдумываешь там, а? И что? Я закончу диалог, а долг-то у вас останется, вопрос о плате у вас нет. Да пиздец, это он у вас останется, это у вас останется. Что вас будет в очередной раз, блядь, об коленку нагнули, да и все, блядь. Денежные средства в любом случае, вернем. Когда? Вот это ваше в любом случае, раз вы так уверены, то когда? Коллекторское агентство наставание тысячи капиталов, кстати, гражданского кодекса. Еще и по агентскому. Давайте уж лучше, блядь, по уступке 332, да? Что, блядь, этот агентский-то договор, блядь? Кого это, блядь, может в наше время вообще волновать? Давай уже уступку, блядь. Чего ты там, блядь? Из большой артиллерии жахнет. Я ничего не начинал еще, блядь, закончу, у тебя щеки лопнут, дура, блядь. У меня, Кирилл Александрович, все будет хорошо, у меня таких платок, пока у вас не возникнет. У меня все прекрасно. Я понял, блядь. Вы лучше позаботьтесь о вашей задолженности. С ушей, с ноздрей, ебанет, блядь. Завтра будет оплата внесена? Вот дура-то, да. Завтра будет оплата внесена? Я думал, сегодня. Если сегодня, то вот, как я сказал, если завтра, то, конечно, будет. Если бы меня слушали, вы бы слышали, о чем я вам говорю. Я думал, блядь, вот ты просишь сегодня, поэтому я тебя гондурасил так. А если завтра, так это все меняет, конечно, блядь. Конечно, все, блядь, вам все по-другому. Ну, завтра, давай завтра договариваться, сколько надо заплатить-то, блядь. У нас время звонка ограничено. Что, блядь, не успела, получается, договориться? Если вы оплатите, отлучиваете время, способ и сумму оплаты по заданию телефонного разговора. Ну, завтра, да? Завтра. Если сегодня, то иди нахуй. Ну, мне вопрос задаете? Да, завтра без проблем. Завтра без проблем. Завтра все меняется, да. Сумма какая-то. Сегодня иди нахуй, если ты сегодня хочешь, чтобы оплатил. Иди просто нахуй. А завтра, нет, без проблем. Завтра оплачу. Я думаю, что нам с вами будет немного непопути. И по пути, конечно, ни хуяси, да ты нахуй идешь, а я по своим делам, блядь. Но это только если сегодня ты просишь оплатить. Анкетные данные, да, анкетные данные, блядь. А сейчас, соответственно, 395-й статья Гражданского кодекса дополнительно передает информацию Бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, блядь, да, потому что так надо, да. Вы можете подтвердить свою побежеспособность, что в дальнейшем... А, тогда не передаст, да. Вы вопрос решаете? Ну, я же сказал, не сегодня, так завтра, блядь. А, тогда... Нашла коса на камень, идет война на память, Лен. Нашла коса на камень, идет война на память, Лен. Подписывайтесь на наш канал.